Всем привет! Это канал I Like Pet и в сегодняшнем ролике мы расскажем несколько фактов о породе Манчкины. Некоторые считают этих милых коротколапых котят кошачьей версией таксы. Дружелюбные и ориентированные на человека Манчкины являются преданными компаньонами и хорошо ладят с другими кошками и собаками. Как и многие необычные типы кошек, порода Манчкин возникла в результате спонтанной генетической мутации. Короткие лапки Манчкина вызваты аутосомно-доминантным геном, который делает кости в лапах кошки короткими. Кошке достаточно иметь всего один такой ген, чтобы унаследовать короткие лапы и передать эту особенность своим котятам. У Манчкинов могут рождаться как коротколапые, так и длиннолапые котята. Как правило, Манчкины живут от 12 до 18 лет. Мутация и дальнейшая селекция не изменила их позвоночник, и он остался сходным по форме гибкости с позвоночником обычной домашней кошки. Короткие лапы не препятствуют подвижности или способности к свободному движению. Изменения тела не затрагивают внутренних органов животного. Манчкины могут достаточно высоко прыгать и очень быстро бегать. Самая отличительная черта Манчкина это его короткие лапы. В остальном же Манчкин выглядит и ведет себя точно так же, как обычная среднего размера кошка. И может быть абсолютно любого окраса и с разной длиной шерсти, как короткошерстной, так и полудлинношерстной. Манчкины любят поиграть и им требуется достаточно много внимания от хозяина. Они очень энергичные, так что поиграть с ним 5 минут в день не получится. Плюс в том, что эти кошки отлично подаются дрессировке, поэтому можно много времени проводить с ними за изучением трюков. Любители утверждают, что Манчкины могут делать все, что может делать обычная кошка. Поэтому не стоит в них сомневаться из-за коротких лап. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях. Мы представлены в соцсетях.